Итак, мы продолжаем нашу тему психофизиологические особенности людей пожилого возраста. Мы становились на таких качествах, что влияет на жизнеспособность и трудоспособность пожилого человека. Мы отмечали не раз огромную важность умственной деятельности и высокой социальной активности. Труд, творчество – это все факторы, которые противостоят угасанию и уменьшению жизнеспособности, противостоят инволюции. Однако, тут есть еще другие факторы. Удлинение жизни зависит от более позднего завершения деятельности. Если мы прекращаем нашу деятельность в 50 лет, вот тут наша уже и старость, когда мы продолжаем быть деятельными, заинтересованными в жизни 60, 70, 80, то эти границы отодвигаются. Понятно, да? Чем позднее мы завершаем деятельность, тем удлиняется жизнь, больше удлиняется жизнь. Здесь речь идет не только о профессиональной деятельности, что очень важно. Это не значит, что надо на пенсию уходить 80 лет. Речь идет не только о профессиональной деятельности, но и об общей одаренности. Вы знаете, что Бог щедро одарил каждого из нас. У нас вовсе не одна способность, у нас много этих способностей. Вы знаете, что было такое время, когда я уверовала, то мое преподавание в государственном учебном заведении потеряло для меня всякий интерес. Зачем мне говорить о чем-то, когда можно говорить о Господе? Поэтому я ушла со своей работы. И чем же я занялась? Знаете, что я вспомнила, что где-то там в юности я очень любила вязать. И я стала подумывать о вязании абстрактно, потому что кому, что, из чего вязать. И вот оттуда Господь пошел навстречу. Две сестрички из нашей церкви, молоденькие, подошли ко мне. Говорят, мы слышали, что у вас есть машинка. Не могли бы вы связать нам юбочки? А машинка, понимаете ли, муж купил, и я ее не знала, с какой стороны чего двигать. Но через дом от меня жила подруга, которая два года уже изучала это вязание. Понимаете, вот такие совпадения начинаются. И я села, и то, что она два года изучала, она мне за два часа все передала. Ну, потому что учат медленно, чтобы человек дольше ходил на эту учебу, как петелечки, как там какие-то оборочки. А мне нужно простое полотно вязать. И я начала вязать. Эти две первые мои сестрички. Я говорю, дети, мы помолимся с вами, чтобы это стало моим заработком. Понимаете ли? И мы встали на колени и попросили. И вот до пенсии, пока я не стала получать пенсию, я занималась вязанием. Это была целая эпоха жизни. И смирение, и все заказчики разные бывали. И бывали придирчивые, а бывали и благодарные. Ну, в общем, эпоха жизни такая была. Вы понимаете ли, и у меня получалось. То есть у меня была к этому способность. Я пример привожу, что у каждого много есть даров, способностей и возможностей. Вот другая моя подруга тоже, когда там вопрос стал у нее преработка, она пошла заниматься с маленьким школьником, провожать его на уроки, встречаться с уроком, помогать уроки делать. У нее чудесно это получалось. Она уже бабушка была, уже внука воспитывала, она понимала детей. Понимаете меня, да? То есть у каждого очень много есть способностей. Поэтому общая одаренность, оказывается, есть своими связями между жизнеспособностью и общей одаренностью. Понятна эта связь, да? Это закономерность. Чем более во многих областях человек одарен, способен и может трудиться, тем более он жизнеспособен. Ну, Гоголь нам оставил описание такое, страшное описание. Акаки Акакевич, вы помните, Шемель? Он умел только переписывать бумаги. Это было его все, и работа, и отдых. Он приходил домой с работы, садился, помните? И начинал переписывать уже ненужные совершенно. Во сне он видел сны, как он переписывает эти бумаги. Но это горькое, конечно, такое описание. Так вот, труд и вообще деятельность, и другие виды деятельности играют решающую роль в сохранении и даже восстановлении психо-физических сил человека. В этом, имея какой-то радостный, приятный для нас труд, когда у нас получается, то это способствует восстановлению психики нашей и даже физиологии нашей. Ну, вы согласны, что так оно и получается? Соединение знаний с опытом приводит к переходу внешних действий во внутренние. Это очень интересное наблюдение. Это все научный у нас пока взгляд на старость. Ученые очень много таких наблюдений сделали. Что, когда мы знания соединяются с опытом, то внешние эти действия, они обогащают наш внутренний мир. А чем больше мастерства в нашей деятельности, то получается, внутренние действия приходят во внешние. Значит, то, что там у нас сложилось, чем мы обогатились, мы можем теперь это вложить в творчество. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok